Всем привет! Рада всех приветствовать! Спасибо, что заглянули ко мне на страничку сегодня. Я хочу вам рассказать снова о парфюмерии, как обычно, как всегда. На этот раз у меня аромат хороший, позитивный. По крайней мере, меня очень-очень зацепил. Он у меня не так давно, всего пару недель назад я его купила. Вот такой вот красавец. Это Герлен Блэк Перфекто или Блэк Перфекто. Даже не знаю, как его назвать. Маленькое чёрное платье. Я его, наверное, не могу его назвать им. Хотя определённо это маленькое чёрное платье, но, наверное, кожаное платье. Так как здесь, конечно, есть нота кожи, хорошая нота такая, очень приятная, очень чёткая. Я пробовала до этого другой аромат, тоже платье, но в туалетной водичке. И он меня не зацепил. Я рассказывала в прошлом видео о нём. А на этот раз я хочу вам рассказать о том аромате, который меня зацепил. Знаете, я вот обдумывала эти платья, почему выпускают постоянно новые-новые фланкеры. И многие говорят, что зачем это нужно, такое количество фланкеров, такое количество платьев. Что-то они там меняют ноты, и новое что-то выпускают, меняют там немножко, и опять новое. Но, тем не менее, скорее всего, это делают для того, чтобы как бы у каждой женщины всё-таки должно быть маленькое чёрное платье. Я имею в виду сейчас о гардеробе, о нормальной одежде. И это чёрное платье должно быть всегда, то есть если необходимо быстренько надеть его, ну куда-то быстро, куда-то пойти в такое место, куда нужно одеть чёрное платье, и оно должно быть у вас под рукой. Также решили сделать это из парфюмерии. То есть маленькое чёрное платье, оно подразумевает то, что у нас много, и вкусы у всех у нас разные, поэтому такое количество фланкеров выпускается. Кому-то, для кого-то, всё-таки какой-то фланкер должен подойти. Этот аромат должен быть на каждый день, ну в общем, знаете, как бы постоянно должен к вам приходить на подмогу. То есть если вы не знаете, что надеть, просто раз им напшикались и пошли. И поэтому, наверное, вот такое количество фланкеров. То есть для каждого, для каждой женщины свой фланкер, типа свой размер платья и свой фасон платья. Те платья, которые я пробовала, мне не очень подошли, но всё-таки определённо вот это от меня, это платье меня зацепило, и я всё-таки думаю, что это платье моё. Мне по размерчику и фасончик мой. Да, он меня зацепил, мне он понравился. Я приобрела всего лишь 30 миллиграмм, пару недель всего лишь он у меня, вот если вам видно. Вот здесь, тут, конечно, всё написано, код, там производитель, всё-всё-всё. Здесь, так вот, обыкновенная коробочка, ничего в ней такого нет, но вот эти вот штрихи сами, вот эти вот, гравировка, выгравирована, подразумевает с собой, наверное, кожаную курточку. Такую, что такое, кожаную вещь. Откроем флаг, откроем коробочку. Здесь тоже код. Что-то здесь написано. Интересно, ну ладно. В общем, открываем мы сейчас коробочку и, видите, вот такая вот обыкновенный картон, а дальше, вот красота. Красота, красота. Да, маленький такой флакончик, 30 миллилитров, как я уже сказала, но он очень-очень красивый. Его очень приятно держать в руках и на самом деле очень красивый, очень приятный. Здесь, я думаю, в общем, этот флакон, он очень такой гладкий, стекло. Здесь, наверное, если не кожа, то, я не знаю, может и кожа, или сделана под кожу вот сам. Вот эта вот штучка. Возможно, под кожу, а здесь типа камушков по бокам. Ну, внизу, конечно, вся информация и тот же код. Открываем крышечку. Эта крышечка очень-очень туго сидит на флакончике. Здесь тоже такая эмблемка. Нанесу на себя. Мощно очень... Мощный пшик получился. Что я могу сказать о этом аромате? А, вот последний штрих на колпачке. Смотрите, колпачок, вот низ колпачка, он идет тоже как бы ленточка, полосочка кожи. Это, наверное, все-таки не кожа, пластик, наверное. Но, тем не менее, как полосочка под кожу сделана. Крышечка пластиковая, а флакончик стекло. И он ни капли не просвечивается. То есть, нереально увидеть, сколько здесь аромата. Так, девочки, вот я на себя нанесла. И первые секунды, это, знаете, такой громкий-громкий, очень громкий аромат. И он довольно-таки сильный, больше похож на мужской. Но это только первые секунды. Дальше эта резкость проходит, и появляется сладковатая вишня и миндаль. Вот сейчас я слышу уже сладкую такую, не сладковатую, а сладкую такую спелую, спелую вишню и миндаль. Вот, да, но я еще здесь слышу хорошо розу и кожу, замшу. Бобы тонко, пока нет, чуть позже они появятся. На данный момент я слышу так. Кстати, я не знаю, откуда здесь шоколад, но мне слышится именно вишня в шоколаде. Хотя шоколада здесь нет. Именно мне так слышится, почему, я не знаю. Для меня сейчас очень приятный аромат. Он напористый, он резковатый, но только первые минуты. И буквально через считанные минуты он прекрасно осваивается на коже и уже начинает играть свою скрипку поочередно. То замша такая, то миндаль, то вишенка. Мне почему-то чудится в шоколаде. Может за счет бобов тонко, может за счет их у меня такое ощущение, я не знаю. Ну, давайте-ка я пирамидку зачитаю быстренько. Так, основные слышимые аккорды это у нас сладкий, фруктовый, миндальный, ореховый, кожаный. Ой, даже я не знаю, как сказать, кожаный. В самом последнем, в самом последнем его написали кожаный. Но для меня это не так. Я кожу ощущаю очень-очень явно, замшу ощущаю. Ну, ладно. Этот аромат был выпущен в 2017 году. И парфюмер, конечно же, Терри Вассер. Терри Вассер все-таки решил для каждой женщины пошить платье. Это ему, наверное, удастся, потому что очень много женщин, очень много поклонниц у черного платья. У различных фланкеров. Но я так думаю, что те, кто пишут, многие пишут на фрагрантике отзывы, но там не подошло, не понравилось. Но все платья, конечно, не слышали. Есть такие многие женщины. Поэтому я рекомендую послушать все платья, которые есть. И, возможно, на ваш вкус найдется все-таки то платье, которое вам придется по душе. Но я думаю, что эти фланкеры дальше и будут производиться. Новые-новые фланкеры, все новые-новые ароматы. То есть Терри Вассер задался целью нас, женщин, всех одеть в свои черные платья. Так, сейчас я расскажу. Верхняя нота у нас вишня, миндаль и черный чай. Как ни странно, я черный чай не слышу абсолютно. Средние ноты розы и лакринчик. Лакринчик. Ну да, лакринчик я тоже, конечно, слышу. Так, базовая нота у нас кожа. Черный мускус, пачули и бобы тонко. Ну, что я могу сказать, девочки? Для меня этот аромат, конечно, он яркий. Он характерный очень. И даже в начале я бы сказала, что он резкий. Но со временем эта резкость уходит и остается очень приятный и очень теплый аромат, который вас обволакивает. Не только обволакивает, а вас укутывает в кокон. Действительно, одного пшика на самом деле достаточно вполне. Не нужно им обливаться, потому что это очень сильный аромат. Очень такой вот он я. Он себя обязательно покажет. То есть он даст о себе знать всем окружающим вас, всем окружающим вас людям. То есть, если вы нанесете больше одного-двух пшиков, то он может вас просто придушить, потому что аромат на самом деле очень-очень громкий. Аромат хороший, аромат достойный. Меня это платьичко порадовало. Не знаю, все-таки платье это или не платье, или кожаная куртка, косуха. Я не знаю, как это правильно. Не знаю, для меня это больше даже... Я бы его и платьем, наверное, не назвала. На самом деле для меня это больше кожаная тема. Тема замши, тема кожи. Сладкой замши, сладкой кожи с вишенкой. С вишней, которая уже очень-очень спелая. Там же миндаль. Очень приятный миндаль. На самом деле замша сейчас вот такая смесь. Вишня, миндаль, замша, роза. Почули здесь, конечно, есть, но они делают... Но их немного, и они аромат облагораживают, наверное. Если бы не было почули, он бы, может быть, немножечко скатился более в такую сладковатую степь. Но хорошо, что в этом аромате есть почули, и он в эту сладко-сладко-сладкую сторону не скатывается. И это очень хорошо, потому что мне бы не хотелось, чтобы аромат был очень сладкий. Нет, почули его облагораживает. Почули немного, ровно столько, сколько их должно быть. Я с почулями не дружна, но в этом аромате мне почули не мешают. А наоборот, этот аромат облагораживают и делают более таким... Как я уже говорила, благородным и для всех возрастов, наверное. Если бы не было почули, можно было сказать, что он немножко девчачий. А так как эти почули есть, этот аромат выглядит очень-очень взрослым. Я бы сказала, что этот аромат для томной женщины. Для томной, да. Роковая женщина громкая очень, очень громкое слово, конечно. Ну, я бы сказала, что если женщина при параде, все в ней прекрасно, она прекрасно одета, а у нее прекрасный макияж и все просто супер, этот аромат будет последним штрихом к ее внешности. Я думаю, так. И по стойкости я бы назвала, я бы сказала, что этот аромат... По стойкости он средний. Не буду говорить, что он очень стойкий. Нет. На мне он держится, наверное, часа четыре на моей коже, потому что у меня кожа горячая кожа и съедает любую парфюмерию очень быстро, любые ароматы. И для моей кожи часа четыре это, в принципе, хорошо. Но все равно четыре часа это довольно-таки средняя стойкость. Шлейф в нем, конечно же, тоже не очень сильный, но довольно-таки ощутимый. То есть на расстоянии вытянутой руки его прекрасно-прекрасно можно ощутить. Видите, здесь черный мускус. Я не знаю, как у вас с мускусом обстоят дела. Я с мускусом очень дружу, и на мне этот мускус не выдает никаких неприятных ноток. Вот я читала как-то... Читала на фрагрантике. Кто-то пишет, что этот аромат... Ой, какой он отдает потными мужиками, потными бабами. Боже мой, да. Я вообще просто поражаюсь, насколько мы по-разному чувствуем ароматы. Каждый раз я поражаюсь. На мне ничего-то подобного нет абсолютно. На мне прекрасная вишня в прекрасном шоколаде. Шоколада нет в пирамидке, но я думаю, чтобы быть тонко, и вишня, вот такое... Вот они так сплетаются, и видите, вот так я чувствую этот аромат. Вишня в шоколаде, замша, миндаль и прекраснейшая роза. Немножечко лакринчика и, конечно же, капельку пачули, которая облагораживает этот аромат. Аромат на самом деле очень достойный, кстати. И с того, что я пробовала из платьев, мне этот экземплярчик понравился больше всего. Да, я его буду носить. И мне 30 мг хватит, я думаю, надолго. Ароматов много, парфюмов много, поэтому мне этого аромата хватит надолго. Тем более, если наносить разумно, не обшикивать себя всю. Думаю, один-два пшика вполне с головой тоже переусердствовать не надо. Ну, в общем, я не думаю, что есть какая-то возрастная категория, как я уже говорила. Если бы в этом аромате, возможно, не было пачули, и, может быть, он был бы более слащавый, а так он довольно-таки... Он как притягательный, он такой же... Он так же томный, и так же, я думаю, он серьёзный с другой стороны. Какое-то такое сочетание, несочетаемого, наверное. Он интересный, он очень достойный. Это очень достойный аромат, поэтому я вам рекомендую обязательно его тестить. Без затеста ни в коем случае не покупайте, потому что... Ну, вообще, ну, это сильный аромат, и если он вам не зайдёт, то потом вы меня будете ругать, скажете, вот, расхвалила аромат. На самом деле я не расхваливаю его ни в коем случае. Я просто говорю, рассказываю о своих впечатлениях, как мне пошёл данный аромат. И мне он понравился очень. Один... Он сейчас вошёл в строй моих любимчиков, вот так скажем. Он, конечно же, не самый любимый аромат, но в ряду на полочке с моими любимчиками. Вот и всё. Больше, я думаю, о нём говорить нечего. О нём очень много рассказывали в интернете. И блогеры, и на фрагрантике много написано о нём. Очень достойный аромат. Надеюсь, вам пригодились мои сведения. Так что тестируйте, разнашивайте. Всего вам хорошего. До встречи.